Счастье это быть природой, видеть ее, говорить с ней, говорил Лев Николаевич Толстоем. С этим полностью согласна автор программы «Атмосфера» Ольга Сорокина. Сегодня в программе «Балтийско-Ладожский уступ. Загадка возникновения Великой Стены нашего региона». Об использовании лесов на особо охраняемых территориях. Обсуждение по разную сторону лесных отношений. Власти Ленинградской области заявили о беспрецедентном увеличении площади особо охраняемых природных территорий. К 2035 году ООПТ в нашем регионе займут 16% территории, более 13 тысяч квадратных километров. Это сопоставимо с площадью небольшого европейского государства. Более половины этих территорий – земли лесного фонда. Количество и площадь планируемых ООПТ в целях образования которых напрямую указано сохранение старовозрастных и лесов с участием широколистных пород приблизительно составляет 22 территории до 2016 года площадью 232,5 тысячи гектаров. 19 до 2025 года предполагается к созданию площадь 66 тысяч гектаров. И три ООПТ на расчетный период до 1935 года площадью 14,2 гектара. Значительная часть территорий заказников, как уже существующих, так и планируемых, находится в аренде лесопромышленных предприятий. В них разрешено в большинстве случаев и необходимо вести хозяйственную деятельность. А потому нужен четкий дифференцированный режим использования различных категорий защитных лесов. Об этом шел разговор на совещании по организации ООПТ в Ленинградской области. В разговоре приняли участие представители комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды, экологи, арендаторы лесного фонда. Мы в своей деятельности руководствуемся, конечно, экспертными оценками. Мы пригласили ученых обследовать и те территории, которые выделены сегодня. У нас не вызывает вопрос, что там должно быть ограничено лесопользование. У нас вызывают вопросы, допустим, о границе, территория сама. Мы все время говорили, вы сегодня правильно сказали, да, Федор Николаевич, а это требует дополнительных полевых обследований. Вот они сделаны, не сделаны, да, когда они будут сделаны, какова действительно должна быть граница этих территорий. И сегодня даже в этой же своей деятельности, там, где все-таки нам необходимо в рамках проекта освоения лесов вести деятельность, мы приглашаем сегодня экспертов, и они говорят, да, это вторичные леса. Даже сначала говорят, скорее всего, что там нет ценных объектов, но потом они говорят, да, здесь есть. Мы говорим, мы не трогаем эти участки, да, мы согласны от них отказаться. Но есть участки, которые не имеют таких объектов. Четкие границы особо ценных природных территорий пока не определены, потому и столь важным является это первое организационное совещание по вопросу использования лесов на защитных территориях. Для уточнения природоохранной ценности планируемых УПТ, возможного режима природопользования и уточнений их границ, требуются более подробные полевые обследования, что влекает за собой необходимые ресурсы, как финансовые, так и человеческие, транспортные, временные. В ряде случаев границы земель лесного фонда расположены сравнительно небольшие, до 1 тысячи гектаров, планируемые УПТ, в границах которых сохраняются небольшие по площади ценные геологические, гидрологические, ботанические объекты, к уничтожению которых могут привести рубки леса. Поэтому при рассмотрении проекта освоения лесов мы очень внимательно следим за тем, чтобы назначаемые лесохозяйственные мероприятия на проектируемых особо охраняемых природных территорий не повлекли невозможность их создания. Поэтому сегодняшнее наше совещание как раз и нацелено на то, чтобы с одной стороны компаниям, которые ведут лесохозяйственную деятельность, ввести заготовку древесины, лесовосстановление и прочие мероприятия, предусмотренные договором аренды. При этом проводя эти мероприятия таким образом, чтобы постараться сохранить те выявленные природные комплексы и объекты, которые внесены в схему территориального планирования Ленинградской области, на которых обитают краснокнижные виды животных, растений, занесенные в Красной книге различных рангов. Уже сейчас проводятся работы по обследованию территорий, предложенных для придания охранного статуса. В этой работе принимают участие экологи, ученые и лесозаготовители. Представители отдела управления и Гринписа выезжали и смотрели там, где уже назначено ОПТ, это значит, Светогорское лесничество, и там, где планируется ОПТ, Лужайское лесничество. И действительно, когда мы фактически обошли эти территории, то представители той заинтересованной стороны, которая хотела там организовать ОПТ, они действительно, в общем-то, признали, что ценности никакой лес здесь не представляет, именно с точки зрения биологической ценности. Что здесь действительно нужно проводить санитарные рубки, поскольку здесь очень поражен лес типографом, лес старый, еловый. И поэтому здесь вот очень важен тот момент, что нужно назначать с проведением полевых работ. Мы неоднократно посещали эти территории, и компания вошла на встречу, и организовали дополнительно наши работы на тех территориях, которые были отведены в рубку. И хочу сказать, что большинство этих территорий действительно это вторичные березовые леса, березовые еловые леса. Найти там что-либо ценное, то есть, несомненно, мы находили что-либо ценное, единичные какие-то там моменты, только потому, что у нас очень сильная группа. Это университет Хельсинки, это Ботанический институт, это вот Санкт-Петербургский университет. Но говорить в целом, что такая огромная площадь является ценной, мы не можем. Все мнения участников дискуссии сошлись в одном. В этом трепетном вопросе сохранения ценных природных объектов нужна предельная четкость и ясность. Особенно это важно при определении границ и ценности перестойных ельников. На этих участках выборочные рубки, если они неправильно применены, являются большой угрозой. И наоборот, в некоторых случаях сплошные рубки являются не страшным преступлением, а единственно оправданным способом ухода за лесом. Те леса, которые находятся в районе населенных пунктов, которые имеют рекреационное значение, которые там первую очередь действительно нужны для того, чтобы люди там могли собирать грибы, там естественно должны вестись лесное хозяйство. Это не обязательно сплошные рубки, да, это могут быть самые разные виды лесного хозяйства. Это должно быть именно лесное хозяйство. Где-то это могут быть действительно сплошные рубки. Я не говорю, что их в принципе невозможно. Но, опять же, в законодательстве могут быть сплошные санитарные рубки. Где-то их не может быть в принципе, да. Ну, потому что, например, да. Где-то должно быть все очень аккуратно. У нас уже стало национальным известное высказывание. Хотелось как лучше, а получилось как всегда. Возможно, в этот раз получится по-другому. Нам необходимо вот найти компромисс между охраной лесов и их использованием. И вот в рамках сегодняшнего совещания договорились о том, что необходимо в первую очередь сохранять вот эти вот старовозрастные леса, потому что если они сейчас будут вырублены, то, безусловно, к 35-му году мы не сможем их создать. И все это понимают. У нас есть примеры как в Российской Федерации, так и в зарубежной практике, когда целые сотни тысяч гектаров гибли лесных насаждений, когда своевременно проводили санитарные оздоровительные мероприятия в лесу. И в рамках комитета, в деятельности комитета, мы всегда очень внимательно относимся к тем назначениям, когда назначаются санитарные рубки на особо охраняемых территориях. И они в обязательном порядке проходят согласование коллегиального органа, консультативного органа комитета, комиссии по вопросам использования лесов на особо охраняемых прородах территорий. Поэтому любой гектар, любой кубометр, вырубаемый древесиной на особо охраняемых территориях, он не только специалистами комитета отслеживается, но еще и общественностью и наукой. Мы очень рады, что наконец-то все заинтересованные стороны смогли собраться в одном месте впервые за два года и обсудить, не просто выразить обеспокоенность свою, выразить свою точку зрения, а еще наметить какое-то направление для дальнейшей совместной деятельности. По предложению председателя комитета будет создана рабочая группа по планируемым особо охраняемым территориям, куда войдут как ученые специалисты, так и арендаторы, представители комитета по природным ресурсам и природоохранных организаций. То есть весь пул заинтересованных лиц, которые будут на этой дискуссионной площадке обсуждать возможности создания, границы создания, а также проектируемый режим особо охраны на планируемых особо охраняемых природных территориях. Замечательно, что возникает площадка для диалога, для цивилизованного, только важно, чтобы мы в этом диалоге были по разной стороны лесных отношений, а не по разной стороны баррикад. Доверие, мне кажется, это самый сейчас ценный ресурс. Невозможно обойти в этом разговоре печальный опыт Московской области, где, сохраняя леса, их потеряли. Сейчас, избавляясь от нашествия многочисленных вредителей и насекомых, леса сжигают и в пожарном порядке вырубают. Там остались лишние пролазные дебри. О товарной древесине нет и речи. Давайте не пренебрегать опытом соседей. Судя по тому, что в Ленинградской области ведется столь обстоятельный диалог, нам такое будущее не грозит. Но лишь в том случае, если рабочая группа действительно будет работать. С этой высоты лес был, как пышная пятнистая пена, как огромная на весь мир рыхлая губка, как животное, которое затаилось когда-то в ожидании, а потом заснуло и поросло грубым мохом. Братья Стругацкие, улитка на склоне. Все мы знаем о существовании Великой Китайской стены. А вот в Ленинградской области есть тоже своя стена. И она не менее великая, ибо создана она самой природой. Камни из этой стены были взяты на строительство крепости Копория, ибо проходит она прямо у самого подножия этой крепости, буквально в трех метрах. Вблизи эта стена выглядит просто как гигантский ров. И понять, что эта стена можно лишь только с большой высоты, ибо протяженность ее более тысячи километров. И тянется она от Старой Ладоги в сторону Нарвы. Балтийско-Ладожский Глинт или Поросский Уступ – природное образование, тянущееся на протяжении приблизительно 1200 километров от шведского острова Элланд, через застрова и материковую территорию Эстонии и Ленинградскую область до Ладожского озера. Наиболее ярко уступ выражен на территории Эстонского уезда Ида-Ви-Рума, где его высота достигает 56 метров. Этот уступ идет то по берегу моря, то под водой, то по суше. Его стена то пологая, то отвесная. В некоторых местах эта великая нерукотворная стена достигает 50 метров. Вот из таких вот камней она сложена. Ну, конечно, не из камней, а из плит целых. Это давало возможность людям получать большое количество камня для строительства жилья. И даже у бедняков здесь были каменные дома. А внизу били источники, и люди были всегда обеспечены чистой водой, более того, даже целебной. Тут залегают диктеонемовые сланцы, и из-за этих сланцев некоторые источники, как вот и здесь, на реке Воронке, бьют радоном. То есть они являются еще и целебными. Вдоль уступа радует глаз своей лазурной водой Радуновые озера. Это особо охраняемые территории Ленинградской области. Заказник Лопухинка. Здесь все поражает своей первозданностью. На известняковых стенах в верхней части уступа до сих пор находят останки древних морских обитателей. Есть предположение, что много тысяч лет назад уступ был южным берегом моря. Мы стоим на границе этого самого уступа. Внизу мы видим, как плавно снижается уступ и начинается низменность. Говорят, что это было дно моря. Но если это было дно моря, то где осадки морские, их там геологи не могут найти. Если это был южный берег моря, то где такой же берег северный? И снова, как у Стругацких, лес увидеть можно было только с обрыва. В любом другом месте его всегда что-нибудь заслоняло. Создаются впечатления, что именно где-то здесь они писали свои удивительные рассказы. Это место притягивает своей неукротимой мощью и какой-то легкой хрупкостью. Здесь притягивает огромное количество редких и исчезающих видов растений. Вообще сам этот уступ был, можно сказать, государственно образующим для России. Потому что именно там, где Волхов, река Волхов пересекала этот самый уступ, образовались волховские пороги. И там потом поставили город, который сейчас называется Старая Ладога. И именно это место было первой столицей Древней Руси. Если бы этого уступа не было, еще неизвестно, как бы пошла вообще история русского государства. Это уникальное место. Мы не знаем, как он образовался, но главное, что мы знаем, это то, что он явно нуждается в охране. Уступ, будучи естественной преградой, нередко использовался в качестве укрепления. На глинте выстроены Староладожская крепость, крепость Копория, крепость Ям в Кингисеппе, Ивангородская крепость, Старый Таллин. Из известняков, добытых на уступе, была сложена также крепость Орешек. Но как образовался сам уступ, какие такие глобальные процессы предшествовали его формированию, остается великой тайной, достойной упоминания в книге «Удивительные и загадочные места Ленинградской области». По корягам меж стволов пляшем мы тропой волков, Сень ветвей и ковер листвы, польку лесную танцуем мы. По корягам меж стволов пляшем мы тропой волков, Сень ветвей и ковер листвы, польку лесную танцуем мы.